Новые гибриды дыни представили наши учёные. Они утверждают, что эти дыни самые вкусные и полезные. В лабораториях над их созданием работали много лет. Подробности у Марии Китаева. Вот кто в ней на полгода затеял спор. Точнее, никто, а что – дыня. Восемь лет назад кандидат наук Виолетта Казаку решила создать самую вкусную, полезную и крупную дыню в Приднестровье. Дыня получилась именно такохи, даже лучше. А вот как назвать, чтобы было прямо в цель, учёные теперь спорят полгода. Одни за кокетку, говорят, такой красивой дыни ещё не видели, другие – за фараонку. Кокетка должна быть нежненькая, маленькая, а она крупная, красивая. Поэтому и споры идут, что фараонку лучше, потому что фараоны только могли кушать такую, имели возможность кушать такую дыню. Своим изобретением Виолетта Ивановна вполне довольна. Теперь эта дыня здесь из всех самая витаминная. В ней больше всего витамина С. А ещё она самая сочная и ранняя. К слову, при разработке новых гибридов учёные НИИ используют только наши, местные, приднестровские семена. Все свои семена. Сами висевали, сами боролись с медведкой. Работа ведётся с институтским фондом семенным, и она совершенствуется с каждым годом. Дыня ещё и разных цветов. С белой мякотью, зелёной и оранжевой. Вот таких, например, на рынках немного. Дыня с оранжевой мякотью. Она из всех тут самая сладкая. Не боится ни долгой транспортировки, ни жары. Сплошная грубая сетка, которая больше защищает. Встречается очень много плодов с солнечными ожогами, так как температура больше 40 градусов на солнце. Поэтому вот такие больше защищены. Чем с гладкой поверхностью. Кроме дынь, в НИИ представили ещё и несколько сортов арбузов. И на полях обсудили, что делать с семенами, чтобы плоды не болели. И созревали раньше. Скоро наши учёные представят новые гибриды тыквы. Мария Китаева, Михаил Белый, ТСВ.